МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Беларусь и Куба впредь будут поддерживать взаимные инициативы в международных организациях. Сегодня в Минске спикеры обеих палат парламента встретились с первым заместителем председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диасканелем Бермудесом. Между странами заключено около 30 межправительственных соглашений, которые создают прочную нормативную правовую базу для развития разносторонних отношений. Напомню, накануне с главой кубинской делегации встретился президент Беларуси. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в последнее время наметились хорошие тенденции к увеличению товарооборота между странами. Для дальнейшего сотрудничества создана хорошая основа. Визит первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров Республики Куба в нашу страну продлится до 25 мая. Перспективы экономического сотрудничества Беларуси и ЕС сегодня обсудят на инвестиционном форуме в Австрии. Об участии в нем заявили около 150 представителей крупнейших компаний Международных финансовых институтов Беларуси и Евросоюза. Для них это еще одна возможность наладить и укрепить взаимовыгодное сотрудничество. Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в финансово-банковской сфере. Экологическое строительство также один из главных вопросов. Развитие беларусской армии не понаслышке. Сегодня в Вооруженных силах Республики начнется инспекция представителей стран УБСЕ. Экспертам расскажут о деятельности посещаемых воинских частей. Инспекторов о ней представляют 26 стран, также ознакомят с основными образцами вооружения. Мониторинг ведется в рамках венских договоренностей о мерах укрепления доверия и безопасности. Подобные инспекции проводятся раз в пять лет. Нынешняя позволит международным экспертам узнать больше о политике Беларуси в области обороны, структуре и задачах вооруженных сил нашей страны. Лидеры нормандской четверки поддержали ведение полицейской миссии УБСЕ в Донбассе. Об этом главы государств договорились в телефонном разговоре. Кроме этого, лидеры еще раз подчеркнули важность полного исполнения минских соглашений. Также на востоке Украины будет действовать специальный совет по подготовке местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Пока же Донбасс снова в огне. Нарушение режима перемирия ОБСЕ фиксирует каждый день. Среди мирного населения жертв нет. В России повысили пенсионный возраст для чиновников. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ предусматривает, что ежегодный пенсионный возраст для чиновников будет повышаться на 6 месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. До аналогичных цифр увеличивается и предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Закон начнет действовать с 1 января следующего года. Палаточный лагерь для беженцев сносят в Греции. В России импровизированный и естественно нелегальный городок для мигрантов разбирают полторы тысячи полицейских. Все выходы заблокированы. Сотни нелегалов пытались сбежать, за это их ждет депортация. Остальных же эвакуируют в приемные пункты для беженцев. Они также располагаются в Греции, но ближе к большой воде, по которой мигранты и приплыли. К слову, столь крупный лагерь, который населяли минимум 8 тысяч нелегалов, появился из-за того, что соседние с Элладой страны, в частности Македония и Болгария, закрыли для беженцев границы. Топливный кризис охватил Францию. Стоит в прямом смысле вся страна. Бензина, да и дизеля категорически не хватает. Заправки закрываются. А там, где хоть немного горючего есть, очередь растягивается на километры. Остальные едут заправляться в соседнюю Бельгию. Ситуация вызвана забастовкой рабочих. Они закрылись на нефтеперерабатывающих заводах и не откроются, пока правительство не отменит поправки в Трудовой кодекс. Повысить количество рабочих часов и увольнять без объяснений. Вот пункты, которые стране не по нраву. Полиция ведет переговоры, пока безуспешно. Кстати, бастует вся страна. И это не могло не сказаться на других транспортных артериях Пятой Республики. С перебоями работают авиадиспетчеры и железнодорожники. США значительно сокращает участие в операциях НАТО в Восточной Европе. Американцы остались недовольны политикой европейских стран. Слишком мало члены ЕС выделяют на военный сектор, считают в Вашингтоне. А это значит, что подразделения, которые будут дислоцироваться в Польше и Прибалтике, станут ровно в два раза меньше. Заполнить образовавшуюся брешь в арьергардах Альянса пока что некому и нечем. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Сегодня в Минске будет временно ограничен проезд на некоторых участках дорог. Идет подготовка к параду. Прежде чем в День независимости продемонстрировать всю слаженность действий, военная техника проходит обкатку на полигоне Липки. Сюда она будет двигаться колонной в момент ее прохождения по маршруту и будет ограничиваться движение транспорта. Это улицы Основателей, Стариновская, Скорина и внешне кольцо МКАД. На участке от улицы Купревича до Партизанского проспекта. Тренировка по родовойск Минского гарнизона также пройдет в ближайший четверг, 26 мая. В Беларусь спешит лето. К концу недели температура воздуха достигнет 28 градусов тепла. Уже сейчас идет подготовка к купальному сезону. Благоустраиваются пляжи под контролем эпидемиологов, качества воды, озер и рек. Обследуются их акватории. Так, в Могилевской области из 60 официально зарегистрированных пляжей 40 очищены. На усиленный режим работы переходят и спасательные станции. На посты дополнительно привлечены десятки сезонных матросов-спасателей. В Ботаническом саду стартует, пожалуй, самая яркая неделя в году. В следующие 7 дней белорусы смогут любоваться цветением рододендрона, или, как его еще называют, розового дерева. В коллекции ботанического сада, одной из самых крупных в СНГ, более 100 сортов. Семена цветов привозили из Китая, Америки, Германии, Шотландии. Но жемчужиной коллекции, как это неудивительно, считается рододендрон с белорусскими корнями. Это рододендрон желтый. Единственный вид рододендрону, который произрастает у нас в Белоруссии. В двух только точках. Это в Велеческом-Межицком районах Гоменской области. Он дал начало многим сортам, которые сейчас культивируются широко и используются в декоративном садуусе. Как он здесь оказался и как останется на территории Белоруссии, это загадка для ученых. А узнать историю этой яркой экзотики, особенности выращивания и ухода, можно будет на специальных лекциях. В рамках недели рододендронов кураторы проведут тематические экскурсии по ботаническому саду. Такова информация на этот час. Репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.